коллеги всем привет итак понедельник сейчас час дня наступило время для технического анализа напомню что это видео является дополнением к моим воскресным видео с фундаментальным анализом поэтому это неотъемлемая его часть поэтому ссылочку на вчерашнее видео я оставил в описании и в закрепленном комментарии ну что ж открытие было достаточно интересным сегодня провалился доллар очень прилично провалился доллар что двинула валютные рынки также поддержала комоды и фондовые рынки что стоит сказать за выходные произошло масса интересных событий в области отношений иранов но я имею ввиду в рамках магатэ да там идут дела к снятию санкций пока рынок на это не реагирует но достаточно любопытный момент почему потому что обычно в начале идет ну такая вот обман очка да то есть говорят о позитиве происходит негатив и только потом позитив но почему-то не реагирует рынок поэтому на этот раз возможно возможен розыгрыш линейно да то есть рынок не верит либо не хочет верить да этот непонятно но сам факт цена не корректируется на этой информации поэтому на мой взгляд возможно даже линейная интерпретация линейный ход событий без каких-либо уловок подталкивание так далее без манипуляции я имею ввиду да также интересно то что 9 апреля оказывается что 9 апреля пошел прошел первый раунд переговору переговоров между садовской аравии и ираном переговоры направленные на нормализацию обстановки на ближнем востоке то есть это некий путь к соглашению о беремирии да можно так сказать в регионе понятное дело что израилю это не нравится ну на самом деле такие крупные геополитические многоходовки которые разыгрываются годами поэтому возможно наступил наступает момент катарсиса на ближнем востоке на самом деле в иране у нас в этом году выборы президента поэтому возможно они также заинтересованы в том чтобы по подписывать мирные договора да там и в рамках мгт и с соседями на ближнем востоке для того чтобы спокойно провести эти выборы без каких-либо вмешательств со стороны вот но это такое все до разглагольствование нам нужно понимать что делать на рынке ведь рынок в первую очередь это стратегия и тактика поэтому давайте перейдем на на графике и посмотрим что сулит нам текущая неделя напомню время у нас 1 05 это важно да почему потому что некоторые пишут что ой там уже там то там тогда понятное дело что время это важно поэтому сейчас часть часть 05 и мы начинаем наш анализ мы начинаем по традиции с индекса доллара почему потому что это важный показатель аппетита к риску и собственно двигатель на сегодняшний день это двигатель рынков доллар у нас корректируется у меня цель была 91 вот мы к ней подходим на сегодня на вот на эту единицу времени мы уже совсем близко 91 08 у нас как котировка dx торгующийся на оси ну вот такую можно провести даже границу да то есть мы пробиваем сейчас не нижнюю границу нисходящего фрактального канала обратите внимание что мы прошли поддержку на уровне 91 35 и мы вот прошли зону 62 процента коррекции по уровням фибоначчи вот от лая на 8967 до хая на 93 5 то есть на мой взгляд котировки достаточно уже перепродали локально я имею ввиду конечно глобально у нас есть вот такие вот такая история как я вчера уже говорил по поводу индекса доллара доллар на мой взгляд долгосрочно имеет перспектив роста краткосрочно я считаю что вполне возможно что эта коррекция затянется до еще на месяц да и мы можем увидеть понятно делать сколько потом новую волну к коррекции вниз это может быть как и какой-то треугольник то есть коррекцию разгадать очень сложно для этого пока что мы имеем только первую одну волну для дальнейшей интерпретации для дальнейшего анализа технического анализа нам не хватает реперных точек на крупных масштабах поскольку на крупных масштабах это все одно движение поэтому на мой взгляд 91 вот 91 9750 вот мы видим последний бы чередут по этим уровням на 990 500 на самом деле на в текущей волне снижения 90 500 не верю на мой взгляд это кульминация и нас ждет локальный разворот но опять-таки повторюсь пока непонятно это разворот с движением выше с перри хаем до либо же это разворот коррекционный квак волне падения и с дальнейшим продолжение медвежьего рынка так давайте теперь на евро ближайший антагонист по евро у нас по программному каналу светит 121 но я на самом деле планирую просматривать уже шар тыс по после 1205 то есть я жду вечера и там уже буду принимать решение вот текущая ситуация здесь стабильная на мой взгляд у нас можно еще прочертить как вот такой вот момент да то есть вот такой вот верхняя граница но она значительно выше 121 но поэтому я думаю что вот верхняя граница восходящего фрактального канала этот максимум который и евро имеет перспективы сделать фунтяо тоже на начал ускоряться в росте я хотел его было закрыть почему-то в него не поверил но потом увидел что спекулянты у нас активно покупали на прошлой неделе и в принципе решил оставить позицию не прогадал выход выше вот 1.392 позволит как котировкам развиться дальше да ну вот 1.4 конечно будет любопытная зона посмотрим посмотрим как будут события развиваться но после пробоя 1.392 я думаю что котировки получат некий прилив почему потому что это будет подтверждением двойного дна которая у нас на четырехчасовом масштабе и обратите внимание что мы пробили все все таки верхнюю границу нисходящего фрактального канала мы удаляем это дело ну и дождем пробоя это подтвердит двойное дно в принципе достаточно хороший сигнал чик давайте теперь на сырьевые валюты канадец у нас продолжает расти у меня здесь какой-то был вот такой диапазончик мы мы давно давно уже его пробили да на самом деле и из актуального фрактала до что мы имеем это вот такой вот рост в рамках канала к верхней его границе можно сделать его уже линейно мы пробили вот хайок и этот канал запустился то есть в принципе тест этого хайка должен быть знамением для продолжения роста ну и тем не менее роста мы имеем до уровня 0 785 вот здесь кстати проходит такой важный уровень важные уровни крупные проходят то здесь зона сопротивления на 0 783 то есть я думаю что 0 785 это ну какой-то будет экстремум рынка откуда вам можно будет смотреть обратно в short новозеландия тоже здесь похожая техническая картина такой же у нас расклад по по каналам в общем то можно ждать до продолжения роста до уровня 0 725 здесь кстати у нас также вот хай и рынка до проходят ну то есть все все то что все одинаково до канадец канадец корректируется я думал что здесь будет боковик но боковика не получилось достаточно любопытная здесь такое такая динамика ну понятно что здесь еще и связано с котировками нефти которая нефть немного подросла у нас но я на мой взгляд это все такое больше спекулятивные какие-то но мы сейчас о нефти еще поговорим обратите внимание как пилят все все таки среднюю да это месячная средняя вот мы и пилим пилим никак не распилим вот мы пришли на нижнюю границу здесь конечно у нас ну на мой взгляд канадец ну и вообще в целом сырьевые валюты реагируют конечно сейчас на продолжение роста на сырьевом рынке но это не роста коррекция о чем мы посмотрим в блоке по комодом так по валютам у нас еще остались защитные валюты да это иена и франк иена неплохо идет вот цель на самом деле было там ближе к 107 500 она там и остается обратите внимание состоялся пробой да то есть вот как и здесь на на перевернутом так и здесь но это логично состоялся пробой уровня здесь у меня были какие-то по математике было это здесь хай рынка вот был до моего отбили будут если про прочертить там примеру боллинжера то есть вернее товарища как он до боллинжера все верно по почему я перепутал с фибоначо вот то в принципе то есть извините да я правильно сказал мне надо было фибоначо я сказал боллинжер вот то здесь в принципе вот в район до 107 там и ниже но опять-таки здесь у нас есть нисходящая такая история и вот сопротивление на уровне 107 5 на мой взгляд будет достаточно жестоким и я думаю что мы не сможем его так просто пройти поэтому ну посмотрим что будет сегодня пробой месячной средней обратите внимание которая вот у нас была поддержка да вот после пробоя мой пропилилили в начале года в январе месяце и вот с января это была поддержка то есть ну в принципе да учитывая тот объем шорта которые накопили спекулянты по этой паре имеется будет а лонг для этой пары то есть шорт по фьючерсам на иену то я думаю что топлива у рынка очень много поение поэтому стоит здесь посидеть частично прибыль можно зафиксировать чтобы было спокойней да и просто посидеть понаблюдать что будет вот франк у нас тоже укрепляется но не так конечно динамично потому что и по франку на самом деле позиция не такая же уже была набранная ну здесь сложно прочертить канал почему потому что здесь но как-то невнятно вот такое ощущение что это был бегущая коррекция да то есть не невнятно выраженные линии то есть это все пока что на мой взгляд не вот ну здесь сам факт что мы пора пробили от истили поддержку да тоже здесь же была пробита и от истили мы месячную среднюю и здесь вот идет снижение то есть на мой взгляд опять таки уровень но если по фибоначчи взять то мы уже на 50 процентов то есть уровень там 62 процента то есть вот из этих хаечков да то есть можно в принципе ожидать но опять таки это не говорит о том что это будет происходить прямо с текущих уровней да то есть может быть коррекция если мы ожидаем коррекцию по доллару и опять таки снижение вот давайте перейдем на комоды так давайте начнем с нефти на мой взгляд как я вчера уже говорил на мой взгляд нефть у нас на прошлой неделе в конце прошлой недели была спекулятивная атака связана с закрытием опционов на семье на этой неделе кстати закрываются опционы по бренду и закрывается фьючерс на семье майский поэтому тоже могут быть какие-то эксцессы на самом деле на часа вички у нас есть голова плеч да то есть можно так так его представить в принципе не в такие вещи любят но посмотрим вы нас был да но сейчас тоже можно сказать что идет тест вот ранее пробитой верхней границы восходящего такого канала но на мой взгляд на мой взгляд и здесь же тест кстати обратите внимание предыдущего лайочка то есть на самом деле голова плечи здесь уместно для для разворота вниз место хорошая дата здесь вот скопление разных уровней но таких вот не сильно видим и да и просматриваем их с первого с первого взгляда вот да вот история с ираном мне нравится но на самом деле формируется медвежий фон по рынку нефти который рынок пока еще не замечает почему не знаю но вот на мой взгляд низкий сезон по в странах у ссср также у нас китай уходит все 55 нп за китая уходят ну понятно что это не одновременно конечно же есть график но они уходят на техосмотр до лета то есть будет спрос понижен плюс мы знаем что китай экспорте и импортируют нефть из ирана иран наращивает добычу то есть это конечно же вредит опять плюс но вообще в целом сделки тем более по плюс мая наращивает добычу тем более третья волна короны вынуждает страны уходить в локдауны в карантин на ограничение к тому примеры индия европа да то есть крупные страны крупные потребители самое главное нефтепродуктов уходят на карантин эту спрос на нефтепродукты будет снижаться конечно же это снизит спрос и на нефть тоже в том числе поэтому на мой но это еще между прочим без учета того что вот идет вокруг ирана поэтому если мы конечно если с ирана снимают санкции то пока нефть да то есть там у нас будет падение колоссально однозначно ставит на это или нет но на мой взгляд но и со своего опыта не все так линейно как кажется да то есть всегда есть манипуляции эти манипуляции делают невозможным такие ставки да почему потому что никто никогда не знает будет ли манипуляция в этот раз или будет линейно то есть если ты поставишь на манипуляцию примеру и вы нас вверх до этого может не произойти то есть вот это все усложняет торговлю рынком нефти нефтью в целом да почему потому что есть вот такие вещи как политическая составляющая которую мы сейчас кстати наблюдаем на мой взгляд это на мой взгляд на сегодня пришло время нефти скорректироваться почему потому что я уже это все упомянул есть медвежий фон на мой взгляд бы чего все меньше и меньше и весь этот рост он просто логичный да то есть он просто говорит о том что да это была спекулятивная атака под закрытие опционов если же все-таки пойдет через эскалацию да то есть как я там у себя в каналах упоминал кстати кому интересно подписывайтесь на мой телеграм канал ссылочка в описании в прикрепленном сообщении как я упоминал неоднократно в телеграм-канале в своем что часто рынок нефти разворачивается через жесткие переломы то есть идет идет эскалация конфликта к примеру там хуситы стрельнули по объектам кса саудовской аравии в выпало там 5 миллионов до добычи или экспорта суточного да то есть это эскалация там 20 процентов гэпа как это было все в сентябре 19 а потом резко снятие санкций с ирана и нефть начинает также валится то есть вот такие штуки часто происходят на на экстремумах рынка то есть в кульминационных моментах трендов тренд который мы наблюдаем сейчас годичной давности да то есть этот тренд длится с отрицательных цен то есть с апреля прошлого месяца ему уже год и вот этот тренд продолжается поэтому понятное дело что такой тренд будет переламываться тоже через какую-то боль но хуже всего что это не обязательно вот это и делает из создает сложность поскольку трейдинг и вообще рынок это вероятностное пространство и любое событие которое вы себе можете придумать имеет какую-то долю вероятности поэтому это мультивариантная история выбирать конкретный сценарий дело каждого трейдера так давайте теперь медь медь идет также сама как и нефть они примерно одинаково ходят связаны через деловой цикл конечно же на мой взгляд медь движется вот к уровню 4.33 откуда пойдет кульминации по меди тоже на мой взгляд снижение в области там 3.6-3.5 пробой 3.5 я пока не ожидаю почему потому что непонятно что будет с третьей волной пандемии когда это все закончится и если это закончится в скором времени то в принципе с экономика все окей и экономика будет дальше расширяться с учетом перехода на зеленую энергетику на электромобили и так далее конечно спрос на медь растет об этом пишут все сми в общем-то долгосрочно наверно так она и будет я не не анализируя спрос предложения по рынку меди просто здесь на мой взгляд медь остается перекуплена и сезонно имеет как и нефть в начале мая начинает корректироваться вниз то здесь мы имеем вот на мой взгляд кульминацию выход на 433 34 и идем дальше вниз рынок газа на мой взгляд рынок газа сделал коррекцию которая планировалась и я так думаю что с текущих уровней появляется риск того что рынок газа будет валиться и при этом он будет валиться сильно я думаю ниже двух мы точно сходим опять таки в своем телеграме в субботу я постил свой взгляд до мнения по рынку газа опираясь на еженедельные прогнозы минэнерго минэнерго внутреннее потребление газа в сша снижается от недели к неделе потому что теплая погода аномальный теплый климат есть там сейчас локально похолодание но она буквально до среды дальше опять потепление поэтому спрос предложения внутренние на рынке газа начинает качаться в сторону профицита экспорт который постоянно растет в штатах он не перекрывает то что внутреннее попад потребление сокращается поэтому если мы а мы это уже видим третью волну пандемии снижение спроса на газ во всем мире то это даст конечно удар по газу тоже при этом стоит понимать что товарная группа реагирует при плюс-минус одинаково да то есть у них временные временные циклы плюс-минус одинаковые поэтому если будет удар по нефти меди то конечно же газ тоже может не устоять в общем то здесь на мой взгляд стоит посмотреть шарты тем более у нас сезонной точки зрения также не сезон для роста цен на газ вот так ну давайте теперь металлы золото на мой взгляд движется золото вот к верхней границе в районе 1800 я так думаю что здесь стоит сделать паузу то есть при пришло время фиксировать прибыль по золоту почему потому что я думаю что выше 1800 будет проходить затруднительно тем более если мы ожидаем коррекции по dx вверх да то конечно это остановит рынки в целом да и вот рынок золота не исключение я думаю что от 1800 возможно начнется снижение цен и это будет коррекция к вот этой первой формации да то есть у нас было здесь двойное дно плюс-минус она была подтверждена пробоем и вот здесь мы имеем сейчас кульминацию да то есть итог на 1800 и дальше будет коррекция то есть я закрываю пока что фиксирую прибыль по этому инструменту по серебру тоже у нас есть верхняя граница мужа и и сделали но опять снова к ней движемся да я думаю что она тоже будет закончена но в целом здесь формация достаточно интересно если судить по серебру и с учетом того что мы наблюдали клин если это реально клин волне c то есть коррекции abc да то это говорит о том что мы входим просто в масштабный и обратите внимание что коррекция была боковая да то есть мы не корректировали с такой силой как это было по золоту поэтому здесь может быть история с тем что мы на начнем по что мы входим в растущий рынок при этом рынок будет растущие длительное время там до уровней там 38 и выше по по серебру поэтому на мой взгляд перманентно стоит держать какие-то менее рисковые и не чувствительное ко времени активы в лангах по золоту и серебру я думаю что там можно рассмотреть это благо их широкое множество так и теперь зерновые зерновые что мы имеем на мой взгляд по кукурузе мы имеем тоже завершающий клин такой вот огромной волны роста до которая тоже длится у нас прошлого года это же почти год этому росту вот и я считаю что с учетом того как ну кому интересно папа посмотрите фундамент у меня в предыдущем видео во вчерашнем видео там я раскрываю эту тему по почему я так считаю вот и я думаю что мы начнем корректироваться так же самое как и по по пшеничке тоже я думаю что пришло время на коррекцию здесь кстати цели сверху на 670 но в принципе это не обязательно да но я думаю что как бы вот ориентир ориентир можно можно ориентир иметь в виду есть еще такая вот диагональ но как бы она не обоснована самим самим трендом почему потому что если это клин то это всегда завершающая волна тогда этого волна б бегущая какая-то но не не красиво с точки зрения с точки зрения волны или а то поэтому я думаю что в принципе 670 мы еще можем сделать в рамках восходящего канала так давайте теперь на сток перейдем ну товарищ 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 снб 500 продолжает расти ну на самом деле тут любопытные моменты внутри дня есть проливы при этом в час дня и в 9 вечера по москве есть проливы практически там ну и из-за дня в день они идут на мой взгляд это может говорить о том что кто-то закрывает позиции да то есть это может быть днем это европейские какие-то фонды до вечером это американские фонды поэтому в есть мысли что выше вот сместилась точка у меня над на 4 240 по прогнозу ланга по снб 500 как ранее я и говорил но на самом деле стоит с точки зрения оценки 5 так и к риску который вчера я опять-таки проговаривал кому интересно посмотрите с точки зрения аппетита к риску он у меня пошла коррекция моих показателей оценки 5 так риску что удлиняет временной рамки прогноза и вполне возможно что коррекция начнется там в первую декаду мая либо там в середине месяца поэтому стоит здесь подождать шортить фондовый рынок спешить точно не стоит поэтому нужно ждать тем более не было еще экспоненты то есть на мой взгляд экспонента говорит о том что рынок входит в стадию разворота поэтому стоит подождать и вот если мы ее видим тогда уже можно будет уверенней начинать подбирать тактику инструменты для шарта вот пока что я считаю что рост продолжится все на этой неделе мы видим 4 200 ну и дальше будет видно долговой рынок давайте тоже посмотрим у нас продолжается здесь рост мы тесты и предыдущие х и отбились быки показали в силу и рынок продолжает расти но очень слабенько конечно у нас здесь мы подошли к месячной средней которая на самом деле обратите внимание как лежала просто да вот на цене и и снова ли ли легла на эту цену после пробоя вот мы ее пропилили потом 1 касание 2 3 4 5 6 7 8 это 9 касания то есть проход выше этой средней будет говорить о том что мы разворачиваемся ну и с точки зрения можно перевернуть до 100 с точки зрения вот уровне да у нас вот тоже такой значимый уровень на 133 то есть проход в тем выше текущих уровней выше 133 будет говорить о том что рынок входит в бычий рынок то есть рынок это фьючерс на десятилетки то есть входит в бычий рынок и это удар по фондовому рынку то есть пока мы не вышли выше 133 133 то можно говорить о том что фондовый рынок остается бычий а долговой медвежий пока что этого не произошло но то есть будем ждать мы очень близки к тому чтобы перевернуться это будет знамение к рисков в том числе начало то есть продолжение роста доллара тоже будет знаменовать рисков ну и российский рынок закроем наш анализ рубль у нас остается в такой вот пиле любопытно что не отреагировал рубль совершенно на санкции был рост до понятное дело но тем не менее мы остались в рамках вот такой пилы и достаточно интересно на мой взгляд почему интересно потому что ничего не понятно вот 100 с точки зрения техники по классическим моим оценкам ни черта не понятно вообще вот реально взять боллинжера но здесь как-то ну что тут тоже не ясно дневки дневки но сужается канал да есть какой-то этот если недельки взять то что у нас здесь понедельком но понедельком да мы ткнулись верхнюю границу и корректируемся да в принципе вот коррекция понедельком к медиане канала боленша да там 775 15 мы видим что после пробоя вниз мы трижды касались этой медианы да то есть теперь мы пробились и можем ее тестить на семьдесят пять и два по фьючерсу на рубль данная это сишка вот поэтому собственно наверно вот единственное что можно здесь с натяжкой сделать это вот про про чертей по боллинжеру а так то в принципе вот семьдесят пять и два да это вот ну условно там нижняя граница да там плюс-минус фрактального канала ришка очень прикольно держит нижнюю границу обратите внимание касания да вот но это было первое движение второе третье четвертое то есть 33 касания вот этой линии да то есть вот 4 до даже да вот этой линии нет не пускают вниз не пускают вниз реально то есть есть какой-то крупный покупатель конечно пробой этой поддержки признаменует крупное снижение здесь кстати неплохо вписывается вот abc да то есть это водка боковая коррекция которая в общем то имеет шансы закончится либо на 150 либо мы наверное уже закрыли на ее то есть вот так либо мы еще под подрастем до 150 и закроем коррекцию да то есть abc это будет волна а это будет волна b и потом уже вниз волна c на пробое вот этих уровней знаменательных да вот этих вот этого уровня 140 и ниже да будет пролив сильной вот ну с учетом того что я ожидаю short нефти конечно этот сценарий для меня главный сейчас то здесь вот локально внутри недели мы можем как вырасти к 150 до так и пойти уже на снижение поэтому я российский рынок сейчас не торгую я его торгую через rsx на это и т.к. на арке на америке да и я торгую сервиску на рубль на доллар рубль сейчас я вне этих позиций потому что мне непонятно с технической точки зрения что происходит на российском рынке ну что ж друзья это все короткий итог на сегодняшний день на этой неделе я считаю что рынки рынок нефти в первую очередь должен начать корректироваться доллар я ожидаю после 91 также коррекцию вот медь у меня любопытно на 433 также ожидаю коррекцию по газу зерновым золото также жду коррекцию ну то есть вот те мои ожидания на самом деле они как как бы в пользу того что доллар начнет в первую очередь расти поэтому вот это и связано с тем что цели те локальные циклы которые мы наблюдали последнюю неделю последние пару недель они будут разворачиваться глобально по доллару я считаю что в течение месяца может быть продолжена та коррекция которая сейчас началась если мы это увидим то с точки зрения прогноза по фондовому рынку smb 500 рост может продолжиться что в общем то так или иначе должен должен поддержать все фондовые рынки в том числе ртс поэтому там либо 150 либо мужа снижаемся но то здесь дело санкции да то есть конечно вот пока что рынок это дело пропустил мимо ушей ну в общем то почему бы и нет рынок часто играет против консенсуса против общего мнения поэтому вот это это неудивительно что и делает трейдинг тяжелым да то есть почему потому что мы не можем линейно интерпретировать и мы не можем знать когда именно будет манипуляция в этот раз или следующий вдруг я сейчас не будет то есть вот поэтому я считаю и всем рекомендую относиться к трейдингу как 50 на 50 и работать работать с управлением капиталом с рисками стости с математикой управление капиталом вот ну на этом все друзья всем спасибо за внимание за поддержку за ваши комментарии за ваши донаты это невероятно приятно я ощущаю что я несу несу какую-то ценность да вот для сектора для развития других трейдеров мне очень это лестно спасибо всем за внимание до встречи на рынка на рынках всем пока что у нас есть